Приветствую вас, Виктория. Давайте разберем ваш вопрос. Вы задаетесь вопросом о том, стоит ли воспринимать слова мужчины, который в разговоре говорит «Целую, люблю». При том, что в любви он вам не признавался. Ну вот, так вот. Я полагаю, что здесь очень много есть нюансов, которые в любом случае нужно учитывать, если мы хотим действительно получить ответ на ваш вопрос. Нюансы следующие. Со стороны молодого человека нужно его отношение к вам, статус ваш, то есть, ну, грубо говоря, кто вы для него, кто вы ему, как вы с ним взаимодействуете. Вот. Это первое. Второе. Второе. Это контекст. Контекст. То есть, в каком контексте он это говорил. В каком контексте вы вообще проводите свои отношения. Ну, как бы, реализуйте, скажем так, да? Значит, это уже со стороны отношения вас к нему и наоборот. Ну, понятно, да, о чём я говорю. То есть, тут вот история, она именно такая. Как я воспринимаю отношения. Теперь идём. В этот момент идём. То есть, от того, как вы воспринимаете молодого человека, и от того, что для вас может значить то, что он вас любит, может быть, действительно, а может и не любит. Да? Зависит, ну, очень много. То есть, подумайте, что для вас означало бы, если он действительно признается вам влюбить. Так, вот, между делом. И особенно, если в остальном это человек, который, ну, не очень-то проявляет свои эмоции. Да? Или человек, который боится ответственности. Или человек, который боится сближения. Подумайте, что для вас, именно для вас это значило бы? И, вот, мне кажется, что начинать, именно начинать, нужно с этого, с этого аспекта, нужно начинать. Именно с того, что для вас значит данный факт. Как вы сами его, грубо говоря, ну, там, восприняли, воспримите, как вы к нему относитесь. К этому факту. К факту того, что он вам, может быть, в любви признается. И так далее. Вот. Хотите чего? То есть, вот, ну, для себя, что хотели бы в этой ситуации? Что нужно вам в этой ситуации? Его любовь нужна, например. А зачем она вам? То есть, ну, для чего любовь? Вам это что даст? А без этого вы себя как чувствуете? Ну, вот, конкретно, как вы себя чувствуете без этого? Что вы чувствуете? Чувствуете ли вообще что-то, что-то, что-нибудь? Вот. Если да, то хорошо. Что именно, что чувствуете? Конкретно. Вот. Это все нужно исследовать. Вот. И уже в зависимости от того, что вам даст факт наличия любви у человека. Ну, вот. В зависимости от этого. Уже можно будет, о чем-то говорить. Уже можно будет что-то делать. Уже можно будет вам что-то рекомендовать. И согласитесь, что вот в этом случае, если вы не будете зависимы, да, если вы не будете зависимой от, ну, от него, как-то все равно уже, да, как-то уже все равно вообще любит он вас. Не любит он вас. Не любит он вас. Да. То есть вы-то знаете, что вы хотите? Все равно. Вот. И вся тонкость, вся тонкость заключается в том, хотите ли вы, чтобы так было. То есть хотите ли вы независимости, хотите ли вы свободы от, ну, от мужчины для себя или нет. Знаете что? А-а-а-а, гадач, любит он или не любит. Ну, это можно достаточно долго, это можно достаточно безыспешно делать, потому что вот он сегодня любит, да, например. А завтра нет. Сегодня он сказал, что я тебя люблю, там, да, там, люблю, целую. Вот. А завтра нет. И вы, как раз, э-э-э, ждёте, э-э-э-э, этого. Да, как. Ну вот. Например, как, как соловей лет, да, допустим. Такой пример, и что в этом хорошего, может быть, ну, кроме зависимости, а я уверен, что вы, в общем-то, ну, как бы, хотели бы быть счастливы, я уверен, что вы хотели бы жить счастливо, я уверен, что вы можете быть счастливы. Вот, тогда всё в ваших, ну, в ваших руках, всё вот это, так и возьмите ответственность за свою жизнь, да, возьмите ответственность за свою жизнь и за себя, а мужчина, ну, пусть он разбирается со своими чувствами сам. Вот. Справедливо? Как считается? Мне кажется, что справедливо. Вот. А так, ну, знаете, это может быть просто, просто фраза, которая не значит ничего вообще. То есть, это может быть просто, знаете, как, такой, ну, оборот рычь. То есть, его всерьез воспринимать не что. Потому что сегодня он есть, завтра он, завтра его нет. Вот. Да и любить, любить, опять же, любить можно по-разному. Так, как и целовать. Что если целовать можно, как сестру, да, как, как, там, друга. Понимаете, да? А, любить? Как девушку, например. А, как девушку. Это уже, это уже совсем не то же самое. И вот вопрос в том, как к вам относится мужчина. Это вот очень важный вопрос, на самом деле. Потому что он, ну, непонятно. Пока. Поэтому определите для себя. Определите для себя. Определите для себя. Определите для себя, что, что для вас значит, возможно, признание мужчину. И, исходя из этого, выделите свои желания. Вот. Выделите свои мысли. То есть, обратите внимание на себя. Да? Не на него, да, не на его какие-то там проявления. Которые, которые вот они сегодня есть, завтра их нет. Да? Это всё очень так, знаете, непостоянно. Вот. А именно, определите внимание на то, чего хотите вы. Что нужно вам. И вот исходя уже из этого, вам и нужно, нужно действовать. Вот. А так, ну, знаете, просто, можете прождать человека. Очень долго. Или, там, очень долго, например, можете, эм, жить, эм, такой, как бы, ну, надеждой, да, на то, что, вот, наконец-то он меня, там, полюбил, наконец-то он меня влюбил. Вот. Но это же вам нужно. Всё. Это же ваше желание. И это всё делает вас зависимой. От него, к сожалению. Ну, и вообще, не только от него, от любого человека, может. Если вы её вот так вот зависите от тревожных чувств. Отдельным пунктом идут ваши чувства. К нему. То есть, конкретно, вот, что чувствую я. Отношение к нему. Что хочу я, например. Для него, допустим. Вот. Что я хочу для него. Хочу ли я чего-то для него. Вот. Если да, то, соответственно, чего я хочу для него. Вот. Это тоже очень важные моменты. Потому что они напрямую связаны с тем, как вы себя в отношениях ставите именно с ним. Вот. Как вы видите его. То есть, видите ли вы его, как, допустим, ну, как источник своих желаний, да, средство реализации своих желаний. Или вы видите его всё-таки как, ну, как отдельную личность, как уникальную личность, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? Вот. Это тоже очень важный момент. И в зависимости от того, как вы воспринимаете человека, да, в зависимости от того, как вы его видите, да, точно вот нужно, вероятно, корректировать, потому что, ну, чтобы вы выстраивали именно здоровые отношения. А не чтобы искали вот в таких моментах, да, подтверждения своих желаний. Что является таким очень, ну, деструктивным путём, да, и, по сути, ведёт только лишь к негативу для вас. Вот. Дальше. Дальше. Я полагаю, что, ну, надеюсь, что, ага, для вас не секрет, что вы могли, в принципе, ну, спросить у него сами об этом. Да вы этого не сделали. Не спросили сами у него. И это, мне кажется, свидетельствует о том, что вы не откровенны с ним. То есть, между вами нет откровенности. Между вами нет, а, ну, как бы это сказать, между вами нет контакта, да, контакта, между вами нет контакта, между вами нет, а, какой-то вот честности. Вот. И тут опять же загадывается вопрос, да, если нет честности, то почему? Почему? Почему нет честности? Почему её нет? То есть, вы не доверяете себе, а, вы не доверяете ему, или как, или, или что. Вот. Понимаете? Это вот тоже такой довольно важный момент, если вы хотите у вас с фото собраться. Потому что, не доверяя ему, а, вы не доверяете себе. Не доверяя себе, если вы не доверяете себе, вы не принимаете себя, такой, какая вы есть. А не принимая себя, такой, какая вы есть, вы не можете устраивать отношения, ну, адекватные отношения с мужчинами. Вот. Потому что вы же себя не принимаете. И, соответственно, это тоже вносит определенные проблемы. Ну, определенные проблемы и сложности. Вот. Поэтому, Виктория, вот, озаботьтесь, пожалуйста, этими моментами. Это всё очень важно для вас, если вы хотите, значит, ну, лучше разобраться в этой всей истории. Это очень важно для вас. И мне бы хотелось, чтобы вы подошли к этому вопросу максимально серьёзно. Вот. Поиск, поиск таких вот подтверждений, да, поиск подтверждений свидетельствует о невротическом состоянии. Возможно, о созависимом состоянии. Вот. И если вы не будете обращать внимание на себя в этой ситуации, если вы не будете заботиться о себе, если вы не будете думать о себе, если вы не будете, как бы, ну, относиться к себе, с заботой, вот, то у вас могут быть серьёзные сложности. Вот. Потому что, ну, просто потому что вы будете растворяться в других людях. Вот. А это, как я уже сказал, да, это деструктивный путь развития. Ну, для вас, по крайней мере. Потому что это никуда не ведёт. Никуда не ведёт вас. Вот, Виктория. А, вот так. Вот так. А, подумайте над тем, насколько вы удовлетворены в своей жизни. Подумайте над тем, насколько вы вообще взаиме реализованы. Подумайте над тем, чего вы хотите. Ну, для себя, для, там, допустим, своего мужчины. Вот. Ну, в первую очередь, наверное, что вы хотите для себя. В первую очередь. Это, наверное, важнее всего. Потому что, от того, что вы хотите для себя, зависит, собственно говоря, то, как вы будете устраивать отношения с другими людьми. Вот. Поэтому, я рекомендую вам на этом, на этом тоже зафиксироваться, если вы не удовлетворены сами, да, если вы не удовлетворены самостоятельно. Вот. Что, соответственно, и выстраивать отношения, выстраивать отношения с другими мужчинами, ну, с мужчинами, да, и не только с мужчинами, вам будет сложно. Очень. Поэтому, я думаю, я думаю, что здесь вам нужно сперва восстановить гармонию в себе, ну, внутри себя. А после уже, эээ, обращать внимание на других людей. И, взаимодействовать с ними исключительно на предмет того, что я могу им дать, а не на предмет того, что они могут дать мне. Потому что, эээ, как бы, ну, вот, данный аспект, когда человек заботится о тем, заботится о том, эээ, что бы дали ему, а не, что даст он. Ну, вот, данный аспект, конечно, всегда, эээ, очень болезненный. Всегда очень болезненный для, эээ, человека, эээ, нуждаться, эээ, в том, что бы ему что-то дало. Вот, это, к сожалению, так. Я полагаю, что, если вы не хотите этого, эээ, то это можно подкорректировать. Корректировать это легко. Вот, эээ, там определенные задания, эээ, будут, эээ, вот, для вас. Эээ, и, собственно, вы сможете уже об этом, об этом даже не думать, не думать. Вот. Эээ, ну, вот, в принципе, эээ, так можно ответить вам на ваш, эээ, вопрос, который вы задаете. Эээ, надеюсь, что это было для вас полезно. Я постарался максимально раскрыть, эээ, детали. Вот. Хотя, конечно, информации вы предоставили о себе очень мало, так же, как и о молодом человеке. Ну, вот. Ну, я сказал, да, что, необходима вот эта вот, эээ, картинка ваших отношений. Да, то есть, как складываются отношения между вами. Вот. То есть, эээ, как, как мужчина вас видит? Как он себя ведет? По отношению к вам. И вот уже, в принципе, это наглядно, эээ, покажет. Наглядно покажет. Что происходит? Как происходит? Вот. Почему происходит? И так далее. Вот. Вы уже сможете это, эээ, для себя, изучать и исследовать. Вот. Вот. А я думаю, что на этом все-таки все. Ээээ, если у вас остались вопросы, эээ, ко мне вы можете, эээ, написать их в личку. Я, я, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, эээ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, эээ, я старался ответить, эээ, максимально, ээ, полно. Вот. Я, я желаю вам удачи. Я желаю вам, эээ, успешного разрешения ваш, вашей, вашей ситуации. Я желаю вам ээээ, гармонии. Вот. Всего доброго. Продолжение следует.